Сравнивать оккупированный Донецк и захваченный американскими наемниками в Лосинах Киев – дело неблагодарное. Но самое главное различие этих двух городов в том, что в захваченном инопланетянами Киеве у тебя есть будущее, а в освобожденном от прав человека Донецке нету в принципе никакого будущего, есть только одна задача – дожить до завтра. Чувствуется стиль русского сапога, так сказать. Не только донецким студентам, но и преподавателям абсолютно понятно, что цена Филькиным грамотам с символикой РНД меньше нуля. На нормальную высокооплачиваемую работу никто выпускников с такими бумажками не возьмет. Если ты мажор, тебя папа-алкоголик пристроит в министерство чего-то там важного при ДНРе. Если не мажор, в РФ тебя никто не ждет, разве что на заработки едь-туды. В оккупированном Донецке твой диплом РНД тоже не имеет ценности на рынке труда. Все сферы, где крутятся деньги, поделены всякими захарастами и ташкентами, а они, в свою очередь, подтянули своих собутыльников к себе. Так что с дипломом РНД ты смело можешь сдохнуть на захараста при освобождении Лондона или торговать на рынке. Этот мир жесток, студент, привыкай. Но самое страшное, со слов преподавателей, даже не то, что ты, как выпускник, не нужен ни РФ, ни типа властям в оккупации. Самое страшное то, что все, даже абсолютно ватные преподаватели и студенты, понимают. Так называемый процесс обучения в Донецке – это фейк-иллюзия. Преподавателям нужно кого-то как бы учить и ходить работать работу. Студентам нужно как бы учиться и не сидеть дома. Результат от этого всего никакой. Но создается иллюзия, самообман, довоенной жизни. Об этом не говорят вслух, но это все понимают. Иллюзия нормальной жизни, иллюзия обучения. Только будущее без иллюзий. Его попросту в оккупации нет. Молодежь тоже не глупая. Она также все видит и понимает. Мало кого прельщает сдохнуть в батальоне для борьбы против американских захватчиков на Киевке или Луганска. Молодежь понимает. Шанс стать кем-то в этой жизни – только учеба у хунты, то есть в Киеве. Да, есть молодые особи с минусовым IQ, которым в жизни нужно лишь пострелять, побухать и сдохнуть. Но таких абсолютное меньшинство. Все будущие студенты знают – шанс не быть убитым, а жить нормальной, веселой и спокойной жизнью – это учиться вне оккупации. Можно сколько угодно сейчас плеваться ядом, но хунта в наглую переманивает детей перспективами новой жизни, нормальной учебы, нормального диплома и нормального без русских танков будущего. В русских вузах ты смерть, холоп, хохол, и к тебе будут относиться, а также запрашивать деньги за обучение, как стаджика-студента. На неоккупированной части Украины ты гражданин, а не лимитапа наехавшая. Хунта настолько хунта, что даже дети откровенных сепаров хотят воспользоваться преимуществами при поступлении в ВУЗ Украины, а не каких там Багаданов или Ростовов. Дети с откровенно поломанной психикой, уставшие от войны и потока лжи от типа преподавателей, не доносивших пилотки, видят свой шанс на самореализации только в учебных заведениях с трезубом и правами человека. Есть категория тех, кто поедет учиться в РФ, но 100-150 тысяч гривен в год за оплату учебы – это абсолютно нереально для родителей обычных семей с зарплатами 3-5 тысяч гривен. В РФ могут поехать только дети типа начальников, которые делают важную работу на важной работе. Но никаких детей пресловутых шахтеров или металлургов там нет, ибо эти вообще перешли в категорию холопов при оккупации. Преподаватели так называемых учебных заведений в оккупации злятся, ведь понимают, что как только студенты поедут учиться в хунту, то весь лютый бред о карателях и притеснениях вылетит у ребят из головы сразу, и никакой телевизор или бухое ряженое в камуфляже этим детям не докажет, что в Киеве стоят виселицы, а в Мариуполе концлагерь для русскоговорящих. Студенты, в свою очередь, хотят свалить подальше, поскорее из симбиоза совка и сомали. Дети хотят спать нормально, гулять нормально, отдыхать нормально, учиться, влюбляться, найти нормальную работу после учебы, а не сдохнуть под мариинкой или под песками в качестве мяса. Для тех, кто до сих пор мастурбирует на прошлое, это тяжело и сложно понять. Они ведь строят светлое прошлое, а дети не хотят в этом участвовать. Ну не суки ли эти дети? Это вызывает злобу на детей у ватных преподавателей. Ведь они осознают, дети хотят жить сейчас. Они не хотят жить в прошлом или строить прошлое, чтобы какая-то 120-килограммовая курица в обтягивающих леопардовых лосинах вспоминала вкус колбасы, которую она ела 40 лет назад. И умирать за эти идеи они не горят желанием. Вот такие рождаются дети. Больше всего не повезло тем детям, у кого родители и семьи зомбированы и верят в пропаганде РФ. Эти моральные зомби лишают детей шанса забыть о войне, ведь запрещают им ехать в хунту на учебу. Родителями этих особей назвать нельзя, ибо если человек сознательно лишает своего ребенка шанса жить нормальной жизнью, это либо совкадрочер, либо больной на всю голову моральный урод, и в том и другом случае, кого он может воспитать. Итак, мораль всего сказанного такова. Если тебе не повезло и ты родился в Донецке, приложи усилия, чтобы вырваться оттуда, а если нет, считай, что шансов на нормальную жизнь в ближайшие 20-30 лет у тебя нет никаких.